Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей. В студии работает Сауля Байгалиева. И главное в этом выпуске. Уповаем на погоду. Ряд домов по улицам Рыскулова, Бибуранбая и Глинки встретили отопительный сезон в холодных квартирах. Три года шесть месяцев условно. Директор психоневрологического медико-социального учреждения осуждена за эксплуатацию пациентов. Осенний забег. В городе прошел молодежный легкоатлетический кросс здоровья нации. И в начале выпуска новости республики. Согласно пятилетнему плану развития программы «Булашак», усилится требование к кандидатам, желающим принять участие в данной программе. Теперь будет учитываться не количество сепедиатов, а качество их знаний. При этом приоритет будет отдаваться специалистам, востребованным в национальной экономике. С малых лет талантливые интеллектуальные дети будут подготавливаться к обучению по системе школа-университет программы «Булашак». Об этом заявила госсекретарь Казахстана Гульшара Абдукаликова, принявшая участие в конференции международной программы. По ее словам, в рамках данного проекта подготовлено более 8 тысяч высококвалифицированных специалистов. Они сейчас трудятся в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования и информационных технологий. Все новшества, которые есть в мире, мы включили в эту программу. К примеру, программа «Сплейт PHD», в рамках которой по программе «Булашак» специалисты не только будут обучаться за рубежом, но по возвращении в Казахстан они будут проходить стажировку в университетах нашей страны. В ходе международной конференции Гульшара Абдукаликова знакомилась с выставкой «Барсев-2015», в которой принимают участие представители более 40 зарубежных и 20 отечественных университетов. Ведущие высшие учебные заведения США, Австралии, Китая и Великобритании познакомили участников конференции со своими образовательными программами. К новостям в городе. Сегодня в Акимате города генеральный консул России в Усть-Каменогорске Сергей Аненков в торжественной обстановке вручил сыну погибшего на фронте солдата наградные удостоверения к ордену Отечественной войны и к медали «За отвагу». Уроженец нашего города Шамсудинов Абдулла Зеншаевич ушел на войну в 1941 году. Воевал в составе 216-й отдельной роты 220-й стрелковой Оршанской краснозаменной дивизии. Погиб от полученного тяжелого ранения в госпитале 6 февраля 1945 года. В это же время он был представлен к наградам, но не успел их получить. Долгие годы о подвиге и месте гибели нашего земляка ничего не было известно даже его родственникам. Но благодаря сохранившимся архивам и международному проекту «Бессмертный полк» его потомкам удалось установить материалы о своем предке Абдулле Шамсуддинове. Генеральный консул России в Усть-Каменогорске в торжественной обстановке с участием Акима Горда Ермака Салимова, а также секретаря Гурма Слихата Бесенбека Акжалова и представителей общественности вручил удостоверение о награждении сыну фронтовика Марату Шамсуддинову. Как отметил Сергей Аненков, такие мероприятия важны для всех, поскольку способствуют воспитанию патриотизма и уважению к героизму и подвигу старшего поколения. Это наша история, это наши деды, это наши прадеды, которые полегли в тяжелейшей борьбе, в тяжелейшей войне. И вообще этот год проходит под знаком празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. И для наших стран этот юбилей имеет особое значение, так как они приняли на себя основной удар агрессора, понесли тяжелые потери. Благодаря беспримерному мужеству, готовности к самопожертвованию, мобилизации всех сил, нашим народам удалось выстоять и одержать победу. Я думаю, что для всех это очень важно, помнить своих предков, и тем более, когда твой дед-прадед-герой. Нужно помнить об этом, и мы будем помнить об этом всегда, о наших героях, о наших дедах и прадедах. Отопительный сезон начался, но жители некоторых домов по улицам Рыскулова, Бибуранба и Глинки встречают его в холодных квартирах. Напомню, что в ходе своего визита в наш город в конце сентября Аким области Даниил Ахметов поручил начать подачу тепла в социальные жилые объекты города с первых чисел октября. Представители теплоснабжающей организации тогда подтвердили свою готовность и ответили, что успеют к назначенному сроку. То же самое они твердили Акиму города Ермаку Салимову в ходе его ночного рейда по теплопунктам. На сегодняшний день в городе Семей у нас запущено ТЭЦ-1. Часть объектов уже подается горячая вода с сегодняшнего дня. Также на сегодняшний день теплоисточники города все готовы 100% к подаче тепла и горячей воды. Город получит вовремя. Однако на календаре 16 число в домах цементного поселка нет ни горячей воды, ни тепла. Возле домов до сих пор перерыты теплосети. Дома тепла нет, уже холодно, цветы уже чуть ли не пропадают. Ну хорошо, погода еще хоть терпит немного. Но днем-то тепло еще, более-менее, а ночью-то прохладно. К другим новостям. В рамках республиканской акции «Единый день приема граждан по жилищным вопросам» в семейском филиале партии Нур-Утан представители государственных органов встретились с горожанами и дали им консультации в рамках действующих законодательств. Подробности в видеоматериале. Асимгуль Уралбаева – бывшая воспитанница детского дома. После его окончания она попыталась поступить на учебу в Ускаменогорске, но в силу обстоятельств вынуждена была поступить в один из колледжей «Семея». Сейчас она проживает в общежитии учебного заведения и, получая пособие 13 тысяч ченге, половину из них отдает за проживание. Скоро она заканчивает колледж и не сможет далее жить в общежитии. Каждый месяц поступает пенсия 13 тысяч. На эти деньги я и существую. Теперь после окончания учебы в колледже я не знаю, куда мне идти. Поэтому с этим вопросом я пришла сюда. Участвующая в приеме заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Диана Шаяхметова пояснила, что такая категория граждан состоит в специальном списке очередности. На сегодняшний день в очереди на получение жилья зарегистрировано более 1300 детей-сирот. Данная девочка поставлена 20 марта 2015 года как ребенок-сирота. На сегодняшний день ее очередь номер очередности 823. Ей были даны разъяснения о том, что согласно статье 74 закона о жилищных отношениях, Дети-сироты у нас сейчас состоят пятым списком отдельно. Как вот очередь ее подойдет, ей будет предоставлено жилье из Государственного жилищного фонда. Всего на прием граждан по жилищным вопросам филиал партии Нур-Уртам пришло 10 семичан. В основном их обращения касались вопросов предоставления жилья. Представители госорганов, выслушав обратившихся граждан, дали им подробную консультацию по каждому отдельному случаю. По информации отдела ЖКХ, на сегодняшний день в Семее в очереди на получение жилья из Государственного фонда стоит 8808 человек. Самат Секенов, Баужан Жолдыбалин, Служба новостей Семей. Политическое и культурное влияние казахского ханства в евразийском пространстве. Такова тема международной научно-практической конференции, прошедшей в стенах университета имени Шикарима. В ней приняли участие ученые из разных вузов Казахстана, а также из России и Монголии. Стоит отметить, что эта конференция стала одной из заключительных в стране, посвященных 550-летию казахского ханства. Нынешняя конференция затронула ранее не поднимавшуюся тему, интерес которой сейчас проявляют не только отечественные, но и зарубежные исследователи. Политическое и культурное влияние казахского ханства в евразийском пространстве. По словам историков, существуют средневековые источники, указывающие на широкие международные связи казахского ханства в XVI-XVII веках. К примеру, с Крымом, московским государством, также есть сведения о налаживании связей с Османской империей. На сегодняшний день, по словам ученых, накопилось достаточно много исследований, которые послужат хорошим дополнением и даже обновлением имеющихся учебных пособий не только для школьников, но и студентов. К примеру, год смерти Касымхана, 1521 год, по документам, по-прежнему указывается в справочной литературе, в учебной, 1518 или 1523, то есть какие-то устаревшие представления все еще присутствуют. Ничего неизвестно, например, в посольстве Ак-Назархана в Москву в самом начале 70-х годов, в 16 веках, ну и много других фактов. По словам Амонтая Исина, учебники по истории на сегодняшний день страдают стереотипами и устаревшими фактами. Исторические данные, уже доказанные и известные науки, пока еще не нашли отображения в книгах и учебниках, поэтому нынешний год празднования 550-летия Казахского ханства станет решающим в этом направлении. Известный казахстанский историк Берекет Карибаев, принявший участие в конференции, занимается исследованиями уже много лет. Их результаты он изложил в своей монографии «История становления казахского ханства». Университет имени Шакарима первым в Казахстане приобрел в свою библиотеку эту книгу. Вообще исследование истории, образования и развития казахского ханства подразделяется на четыре этапа. Теперь студенты Семейского университета могут узнать о последних исследованиях в моей монографии. В этой конференции также приняли участие ученые из России и Монголии. Результаты исследований историков станут достоянием научной общественности. По итогам конференции все работы ученых разных стран будут выпущены в специальном сборнике. Саулеба Игалиева, Ильжан Макзумов, Служба новостей Семей. Семей осуждена директор психоневрологического медико-социального учреждения. Как выяснилось, в ходе специальной проверки руководитель отправляла одного из своих подопечных работать на дачный участок своей дочери. Помимо этого, таким же образом был использован бесплатный труд еще семерых пациентов учреждения для работы на другом дачном участке. Для присмотра за ними директор выделяла одну из подчиненных. Материал по данному делу был рассмотрен в суде номер 2, признавшем вину женщины по статье 128, часть 2 Уголовного кодекса. Эксплуатация, совершенная с использованием служебного положения в отношении двух и более лиц, заведомо для виновных страдающих психическими расстройствами. Директор учреждения признала свою вину и раскаялась. Учитывая это, а также положительные характеристики, суд назначил 3 года и 6 месяцев условного лишения свободы. В этом году Национальный культурный центр Айшабиби празднует 13-летие. По случаю этой даты представители центра дали отчетный концерт в городском доме культуры. На сегодняшний день в составе центра Айшабиби более 40 человек. Все они, в свое время проработавшие в разных сферах, сегодня находятся на заслуженном отдыхе. По словам председателя Национального культурного центра, 80% коллектива составляют бывшие учителя. Поэтому свой отчетный концерт центр посвятил учителям и пожилым гражданам нашего города. Несмотря на возраст, члены центра посвящают много времени сцене, исполняя народные песни, а также пропагандируя национальные традиции и обычаи. Кроме того, представительницы центра Айшабиби обучают воспитанников городских интернатов национальному рукоделию. В ходе отчетного концерта были исполнены произведения известных акынов и композиторов. Поздравить членов центра и еще раз окунуться в их творчество пришли ученики центра и их друзья. Мне очень нравится этот центр. Я восхищаюсь той работой, которую проводят члены этого коллектива, стараясь бывать на всех его концертах. Мы работаем от души. Надо сказать, что патриотическое воспитание молодежи, привитие любви к родине – одна из главных наших задач. Мы это говорим не только во время концертов в городе, но и в сельской местности. Я считаю нас счастливым народом. Это надо ценить. В городе прошел молодежный легкоатлетический кросс «Здоровье нации». Спортивное мероприятие, объединившее студентов вузов и колледжи, было посвящено 550-летию казахского ханства. Организаторами студенческого состязания выступили совет директоров колледжа Восточного Казахстана и семейский отдел спорта. В спортивном мероприятии, направленном на привлечение молодежи к систематическим занятиям спортом и пропаганде здорового образа жизни, приняло участие более 200 человек. Согласно правилам проведения легкоатлетического кросса, участники соревнований в возрасте от 15 до 18 лет бежали дистанцию тысячу метров. Студенты от 18 и до 22 лет должны были пробежать 3000 метров. Соответственно, девушкам были определены дистанции в 500 и 1000 метров. Как рассказал нам руководитель отдела спорта, организация данного мероприятия на свежем воздухе не случайна. Этот кросс специально проводится именно в таком месте, потому что он должен проходить на естественном рельефе. Участники кросса должны преодолеть все препятствия и показать свои лучшие результаты. Название «Здоровье нации» тоже не случайно, ведь молодежь – будущее нашей страны, поэтому мы активно привлекаем их к занятиям спортом. Одна из участниц соревнований – Айгирим Каиртай. Она постоянно участвует во всех спортивных мероприятиях нашего города. Человек, уделяющий внимание физкультуре, чувствует себя бодрым и активным. Поэтому мы должны как можно больше уделять время здоровому образу жизни, считает Айгирим. В послании президента рассказано, что «Здорово нации», «Здорово будущее», потому что мы должны быть всегда здоровыми, потому что мы есть будущее нашего народа. Очень рада. Всегда надо заниматься спортом, быть активным, надо духовно быть сильным, надо принимать участие в таких мероприятиях. По итогам легкоатлетического кросса призеры и победители соревнования были награждены медалями, грамотами и специальными призами. Сама Секенов, Дарын Сагитов и Джан Макзумов, служба новостей семей. И таковы были новости пятницы. Всего вам доброго и приятных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok